Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод и обязательно прожимай колокольчик. Здарова танкисты, всех приветствую, с вами Индомита, с вами Серега, канал Индомита Вод по World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре, да-да, арта, арта 6 уровня, ветки нации Германия, хумель, вот, ну что же это за арта, основное ее отличие от других арт, ну как основное, одно из это открытая рубка, соответственно вы боитесь фугасов не только внешне, но и внутренне, то есть один фугас это сметь на 100%, это первое. По поводу бронирования, бронирование мы смотреть на этой арте, как и на других тоже не будем, потому что, ну и тут просто нету этого, бронирование вас пробивает абсолютно спокойно, все 6, 5, 4 уровни, чего уж там говорить про 7, вот, а насколько она лучше, хуже других арт 6 уровня, вот это мы сейчас и будем разбирать более подробно. Сначала пойдем, конечно же, смотреть основные модули, хумеля, идем к исследованию, вот, идет эта арта на ветку, по ветке дальше на ГВ Пантер, вот, нам здесь предлагают 2 пушки, 5 уровня стоковой, 480 альфа, основным снарядом бронепробития 38, 26 и 4 секунды заряжания, вот, разброс 0,7, время сведения 4,9, вот. Есть топовая пушечка 6 уровня, альфа здесь уже выше, здесь она 600, заряжается дольше пушка, разброс на 100 метров лучше, здесь 0,7, здесь 0,68, вот, время сведения хуже, но альфа решает все. По поводу рации, обязательно, ребят, нужно изучать топовую рацию, если есть такая возможность, и я ее в данном случае изучил, вот, у меня топовая дальность связи 710 против стоковой 310. Очень важно, когда на карте остается мало танков ваших союзников противников, вы стоите с краю карты, и банально вашей рации для связи с вашими союзниками не хватает, и вы не сможете добивать те же самые арты, ПТ, САУ, вам придется перекатываться, то есть делать много лишних движений. Обязательно нужно изучать топовую рацию. По двигателю здесь как раз все скромнее, я прошел на ГВ Пантер, даже без второго, уж тем более третьего топового двигателя, но их можно изучать, если у вас есть желание, возможности, вы подольше задержитесь, покатаете на Хумеле, конечно же, это нужно сделать. По поводу гуслей ходовой, тоже нужно изучать 26 скорость поворота градусов в секунду на топовых и 24 на стоковых, небольшую прибавку вам даст. По полевой модернизации, во втором блоке мы с вами изучаем доработку ходовой, вот, вам это даст минус 4% от разброса при движении ходовой. В блоке четвертом мы изучаем комплекс Охотник М, и это нам даст плюс 7 незаметности после выстрела. И в пятом блоке мы изучаем настройку гидравлики, нам это даст минус 5% от разброса при поворотах ходовой. Вот, это касаемо полевой модернизации, если вы будете, конечно, катать на этой арте, и вы успеете ее выкачать, полевую модернизацию, и получать максимальное удовольствие от игры на этой САУ. Вот, что касаемо снарядов, я использую всегда на САУ только осколочно-фугасный, не покупаю голдовые снаряды кумулятивные осколочно-фугасные, да, вот, мне в принципе достаточно именно этого типа снарядов, при том, что здесь альфа достаточно неплохая 600, вот, а кумулем еще надо попасть там, чтобы вот пробить, да, здесь пробитие 188, но альфа-то 400, а в танчик еще нужно попасть. При нашем-то разбросе и точности, ну его нафиг, так что рекомендую использовать только осколочно-фугасные обычные снаряды. Вот, по поводу оборудования, здесь все просто, у нас открытая рубка и только один вид оборудования, комплект оборудования мы можем сюда, по сути, нормально ставить. Это досыл в основной слот, который дает дополнительный бус на орудие, это досылатель, да, усиленные приводноводки и УМП. УМП нам даст плюс 10% скорости поворота ходовой, а нам это тоже важно. Вот, по снаряжению, стандартный комплект, ремка, аптечка и я поставил вместо обнушителя шоколад, он же док-пайок. Вот, по экипажу у нас 6 обезьян против других арт, других наций, у нас добавлено здесь кто, правильно, у нас есть еще и радист. Вот, командир, наводчик, механик, водитель, два заряжающих. Первым перком командиру ламп, всем остальным незаметным, вторым перком боевое братство. Дальше, как показано на таблице, эта таблица создана как раз для наших арту-личек. Вот, что в целом можно сказать по этой арте? Давайте смотреть сначала огневую мощь. У меня, кстати, экипаж не прокачан на 100%, он переобучен под эту арту, но на 100% не прокачан, поэтому есть штрафы. Заряжание орудия у нас 25, если у вас экипаж будет прокачан как положено, у вас будет где-то там 24,7. Вот, угол, кстати, вертикальной наводки здесь 42, это средний стандартный показатель для арт 6 уровня. Разброс на 100 метров у нас сейчас здесь 0,64, у вас может стать 0,61, если опять же экипаж будет прокачан. Прокачан нормально. Время сведения 5,34, можно добиться, сколько, 0,18, ну где-то 0,16, по-моему. Ну, 5,16. Вот, общий ДПМ 1427. По хп здесь арта, естественно, у нас мало хп, 3,35. По мобильности, по мобильности 42 вперед, 10 назад, лошадей мало, менее 11, поэтому свою максималку она будет набирать очень медленно, но у нас это не ЛТ, не СТ. Заехали в кустик и пулькой, перекатываться не надо, у нас радиус обстрела достаточно комфортный. Вот, по незаметности 23,36 неподвижно, 12,68 движение, арта реально очень большая. По наблюдению, ничего у нас нет, не рог, не просветлены оптики, поэтому 266 еще со штрафом в 10 метров. Вот, в итоге, чем же примечательна данная арта против других арт 6 уровня? Давайте откроем сравнительную таблицу, где уже настроена вся арта максимально, да, соответственно, вот он наш хумель, хумель, и смотрим, основные критерии бронепробития у нас высокое, одно на уровне, да, средний урон 600, это понятно. Максимальное и минимальное время оглушения, 16 секунд мы занимаем второе место по максимальному времени оглушения, и это плюс, почему? Потому что по вашему оглушению, по вашему ассисту, что называется, будут убивать врагов, и вам будет идти ассист. Это хорошо, вот это хорошо. По углам вертикальной, как я уже сказал, 0,42, и это самый низкий параметр по вертикальной наводке, а это дает нам, скажем так, заброс за тяжелые какие-то преграды, и здесь мы не самые лучшие в любом случае, да. Ну, в целом, самые для нас критичные моменты присмотрели, еще есть параметр угол горизонтальной наводки, он у нас здесь 15, вправо 15, влево, ну, такой вот, да, в Америке 30-30, а у нас 15, ну, хотя бы есть, хотя бы есть. Ладно, арта, прям, да, обычная арта, ничем не примечательна против других, нет углов хороших вертикальной наводки, как у американцев, нет супер ДПМ, как у англичан в Великобритании, поэтому занимаем такое среднее звено среди А6 уровня, обычная арта. Отправляемся в бой, смотрим, как данный агрегат играется в современном рендоме. Поехали, давай уж, засасывай бой, дай хорошую карту. Так, ну что, тяжей будем обстреливать на Тихом Береге-то, а? Такого? Позиции для арты здесь не так уж много, два варианта, можем поехать вон туда налево на берег, а можем просто банально заехать в кусты и здесь стоять, что мы, скорее всего, и сделаем. Три арты в бою, поэтому, кто скажет, где арты, три арты, это плохо или хорошо, я вам скажу, что хорошо. Почему? Потому что есть шанс, что ваши союзнички загуслят какой-нибудь танчик, и если у вас прицел будет сведен в этом месте, вовремя танчик не сможет отъехать, будет стоять на месте, а вы в это время сведетесь и бахнете по нему. Поэтому, быть в бою с другой артой союзной, это, в принципе, хорошо. Погнали прятаться. М-44 движется сюда уже, и вся арта и лорка тоже едет сюда уже. Как нам, куда бы нам встать? Мы встанем, а вот сюда мы встанем. И сводимся мы куда-нибудь. О, тяжи не поехали, ждет нас провал, я думаю. Так, вот друголек тут мнется. Сейчас мы умеем. Дадим, я надеюсь. Да, убили. Да я оружие массового поражения. Убили ПТ-ху одним, по сути, выстрелом. Надо помочь из ТЭХа. Пооткидывать здесь. А вот, конечно, фланг тяжелых танков мы прокакали. И как бы нам скоро не пришлось. Ну, все, как только Ягдпантер умрет, мы с вами побежим. Пока еще заряжаемся. Сводимся. Огонь по плащиням! Есть движение. На удивление, Ягдпантер долго живет. Так. Тот не пропадает за свет, дорогой. Ну, примерно так. Надо бы его подсветить, товарищи. Я думаю, еще отменили. Ох, да. Когда они поймут, в чем дело будет уже сквозно. Завислили. Вот наш асист. Нет, асист нам не засчитали. По какой-то причине. А тяжелых танков там и не было. Ягдпантер так проехал. На самом деле. Вот здесь. Приехал наш друг. Сейчас мы его будем. Погнали. Прямы. Есть. 208. Нормально. Нормально. Кстати, турбобой. Настрелять здесь особо сильно не получилось. Противники все попередохли. Так. Смотрим за этим. Другой рейс. Скажем, что куда он, чего он, куда он. Назад будет. Нет. Или вперед. Это застанет их фосплоу. Далее. Ну, турбобой прям реально. Асиста мало. Противники просто умирают. Просто вот умирают. И ничего с этим не поделать. Все. Остался один ДЗ позаимец. Где-то вот тут он мнется. Ждем. Вот он. Блин. И никуда. И никто по нему сейчас не устреляет. Нет. Асист есть. 317. Все нормально. Итак. Без блайнда у нас 600-700 урона. И сейчас, я думаю, с блайндом будет больше 1000. Я надеюсь на это. ПТ-чеку-то я забрал. Ну, обычная арта, я говорю. Без каких-либо преувеличений. Самое обыкновенное. Самое главное, я вам показал в обзоре, какое оборудование ставить на эту арту. Тем, кто до сих пор это по каким-либо причинам не знает. О, вот тут нам армольд на всякие бонусы выдает. Вот. Че у нас? 597. А это как-то? Я же вроде убил танк. Ну, ё-моё. Получается не я убил его ПТ-шку. Того, как у нас дала 2105. Ладно, ребята. Еще раз по оборудованию. Досыл приводы УМП. Обязательно инструкцию на досыл. И все у вас получится. Не забудьте про шоколадку. Вот. Пишите свои комментарии, нравится вам это от Алинин. Прожимайте лайк о свой царский танк. И под видеороликом. Приходите на канал Индомита ВОД почаще. А я вам сейчас хочу сказать еще раз большое спасибо за вашу поддержку. И до скорых встреч. Пока. Играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита ВОД и обязательно прожимай колокольчик.